Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Верхунова Елена, я руководитель группы «Работа с просителями». Сегодня я постараюсь рассказать вам об организации социальной работы. Сначала несколько слов о том, что мы из себя представляем. Группа «Работа с просителями» — это совместный проект службы социальной помощи «Милосердие» и «Марфомариинской обители». Благодаря этим двум направлениям работы мы можем оказывать помощь как натурную, небольшую материальную помощь, это помощь до 20-40 тысяч рублей, а также помощь достаточно крупная, это помощь в оплате дорогостоящей лечения, реабилитации, какая-то крупная социальная помощь. Натурную помощь мы оказываем через личный прием «Марфомариинской обители». Такие большие показания помощи у нас проходят с помощью сайта «Милосердие.ру». Вот по этим двум направлениям ежемесячно к нам поступает около тысячи обращений. Через личный прием в «Марфомариинскую обитель» где-то в месяц к нам приходит около 700 человек, но в основном это жители Москвы и Подмосковья, очень редко бывают приезжие из регионов, но бывают тоже такие подопечные. Через сайт и электронную почту к нам приходит немного меньше обращений, это где-то 300-400 в месяц, но это уже обращения со всех регионов России, и даже из стран СНГ. То есть вот от этого у нас идет одно из наших главных правил, которые мы стараемся придерживать. То есть наша помощь, она должна быть обязательно нелицеприятной. Мы помогаем тому, кому помощь нужна, невзирая на вероисповедание, невзирая на его прописку, гражданство и местоположение. Также еще хотелось бы сказать насчет просьб, которые приходят на сайт. Так как это просьбы из регионов, они, конечно, очень различные. По какой-то части просьб мы можем оказать помощь сами, а по части просьб дистанционную помощь оказать у нас нет ресурсов, не получается. Это в основном просьбы на вещевую помощь, на продуктовую помощь, на оплату каких-то несложных лекарственных препаратов. Вот такие обращения мы отправляем в епархии, чтобы этим людям помощь была оказана по месту их пребывания. И мы, конечно, будем очень рады, если в нашем сотрудничестве будет очень эффективная работа и какой-то взаимный отклик, чтобы вы нам сообщали о том, оказана ли помощь, в каком объеме, какие у вас возможности. То есть для нас это очень важно. Это может стать таким нашим тесным сотрудничеством, которое мы хотели бы и дальше развивать. Если мы говорим об организации социальной работы, для того, чтобы она правильно была организована, в первую очередь нужно понимать, кто же тот человек, который приходит к нам за помощью, который к нам обращается. Ну, конечно, говорить о том, что это мы существуем для нашего подопечного, а не он для того, чтобы у нас была работа, это как бы очевидно, это всем понятно, это не требует никаких доказательств, но при этом в нашей работе это зачастую немножечко так теряется, забывается, и поэтому очень важно для себя эту мысль постоянно в голове и в сердце как бы обновлять и вспоминать о том, что вот это все наши категории подопечных, наши статистические данные, работа по просьбе, работа с благотворителями, это все вторичное, это все существует только для того, чтобы мы смогли оказать помощь вот этому человеку, который к нам пришел, который к нам обратился. Это очень важно, об этом помнить постоянно и никогда об этом не забывать. Так вот, кто же этот наш подопечный? Во-первых, это человек ослабленный, человек без внутренних ресурсов. Он находится в тяжелой ситуации, возможно, он находится в ней давно, и он уже внутренне настолько истощен, что ему все очень сложно. Он вот из этой своей ситуации, в которой он оказался, он уже выхода просто сам не видит. Нам как бы со стороны кажется, что ну вот сделай ты вот это, 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 и твоя жизнь, она явно станет лучше. Это же так просто, это вот какие-то очевидные шаги нужно предпринять. Человеку нересурсному, ослабленному, это не очевидно, он этого не понимает, он этого не видит. Он не может придумать никаких совершенно способов для решения своей проблемы. Он не может выстроить маршрут для решения своей проблемы, и он, конечно же, не имеет сил, чтобы по этому маршруту идти. То есть на каждом этапе его нужно сопровождать, его нужно подталкивать, его нужно двигать, ему нужно помогать. Также зачастую бывает, складывается такая ситуация, что человек вот от этого пребывания в своей тяжелой ситуации, он постепенно с ней свыкается. То есть он начинает с ней как-то внутренне примиряться, и она уже, ну не то, что не кажется ему ужасной, она становится для него привычной. И какие-то изменения, они для него гораздо более травматичны, чем пребывание в том состоянии, в котором он к нам пришел. То есть мы понимаем, что ситуация, допустим, катастрофическая, что ее нужно менять. Но для самого человека он где-то подсознательно чувствует, что он этих изменений не хочет, он их боится. Вот это вот какое-то там светлое будущее, которое мы ему нарисовали, вот эти изменения, которые мы хотим привнести в его жизнь, пускай они даже очень правильные и хорошие, они его страшат. То есть там вот что-то новое, что-то к чему надо опять адаптироваться, привыкать, и там ему все страшное и непонятное. Поэтому как бы внутренне, подсознательно он этих изменений не хочет и избегает. Вот поэтому как бы мы это должны обязательно все понимать и принимать обязательно. То есть без принятия вот того, что наш подопечный, он вот такой и его никак не изменить. Он вот такой ослабленный и ничего сам не может. Мы не можем от него требовать ничего сверх того, что он может нам дать. То есть мы это должны понимать и вот в рамках этого понимания действия, дальше с ним общаться и всю работу выстраивать именно на, опираясь вот на это знание. В работе с нашим подопечным можно сказать, что у нас есть как-то такая долгосрочная идеальная цель, которой мы все движемся, которую мы очень хотим все достичь, но, к сожалению, это не очень часто нам удается, хотя это не страшно. То есть мы все хотим идеально, качественно улучшить жизнь нашего подопечного. То есть сделать ее кардинально другой, то есть ему, чтобы стало заметно легче. К сожалению, это очень объемная работа, она должна быть системной. Одной благотворительной организацией с такой работой практически невозможно справиться. Поэтому если мы хотим достичь именно этой цели, если мы к ней стремимся, то вот на каждом этапе мы должны постепенно подключать к решению задачи, проблем нашего подопечного сторонние организации. То есть это могут быть другие благотворительные организации, это могут быть государственные структуры, социальные службы, это могут быть какие-то медицинские учреждения, обязательно психологическая помощь на всех этапах, если необходимы юридические консультации. То есть это такая системная уже помощь и работа с нашим подопечным. Вот тогда мы сможем качественно изменить его жизнь. То есть эта цель, она такая долгосрочная, она очень долго достижимая, то есть к ней можно идти несколько лет. И далеко не с каждым подопечным вообще в принципе возможно этой цели добиться. Но у нас есть еще такая ближняя цель, которую мы должны достигать, по которой, достижении которой мы должны оценивать эффективность нашей работы. Эта цель — это улучшение качества жизни нашего подопечного. То есть не в корне изменить его жизнь, а как-то немножко ее облегчить. То есть в какой-то момент подставить ему плечо, когда ему очень трудно. На какой-то этап взять его какие-то проблемы на себя, именно решение этих проблем. Немножечко сделать ему жизнь комфортней. Возможно, непродолжительной, на какой-то этап. Но чтобы он взял вот эту передышку, чтобы он не совсем упал, не совсем как-то в пучи ночи и не рухнул. То есть вот такая вот поддерживающая помощь. И вот эта цель, она вполне достижима, и как бы мы к этому стремимся. И вот эти вот как бы две цели имеем в виду, начиная общаться с подопечным. То есть мы простраиваем уже в своей голове какой-то маршрут. То есть в принципе в далекой перспективе, что нам нужно, чтобы качественно улучшить жизнь подопечного. Это будет какой-то большой список шагов, большой список дел. Мы на этот список смотрим, думаем, так вот, это мы на данном этапе можем сделать, у нас на это хватает ресурсов. После того, как мы этого добьемся, возможно, в процессе работы у нас появятся еще какие-то ресурсы, когда мы и мы сможем привлечь еще какие-то другие организации. И тогда мы сможем еще немножечко продвинуться. Потом пройдет какое-то время, еще немножко продвинемся. И вот так вот мы будем двинуться, решая постепенно проблему нашему подопечному. То есть у себя в голове, держа какой-то маршрут, и его постепенно реализуя. Так, как общаться с нашим вот этим подопечным, о котором мы сейчас говорим. То есть вот это... Ой, сейчас, минуточку, сейчас еще давайте вернемся к этому. Хотелось бы немножечко остановиться о наших категориях, с которыми мы работаем. То есть вот я сейчас говорила о каком-то общем портрете нашего подопечного, то есть такой рисунок его в целом. Есть еще более такие мелкие группы, которые мы используем в своей работе. В принципе, эти группы, они всем известны. Это социальная такая разбивка наших подопечных. В принципе, если вы хотите глубоко заниматься социальной работой, то есть вот такая систематизация работы, она необходима. То есть для того, чтобы получить статистические данные, какое-то хотя бы небольшое, неглубокое исследование того, что вы делаете, кому вы помогаете, оценить эффективность, и начинать двигаться дальше, это делать необходимо. То есть выделять группы, категории людей, которым вы помогаете, и уже оценивать в каждой конкретной группе, какая помощь оказывается, какую еще необходимо добавить, чтобы помощь наша была более эффективной. Вот в левом столбце указаны те категории подопечных, которые вот мы в нашей группе считаем как бы в приоритете. Это многодетные семьи, одинокие матери, люди с инвалидностью и пенсионеры. В правом столбце люди, которые также к нам обращаются, мы им тоже оказываем помощь, ну вот как бы пристальное наше внимание, такая длительная помощь, длительное сопровождение. Мы все-таки, так как у нас ресурсы ограничены, оказываем именно людям вот из левой колоночки. то есть они из права ничем не хуже и ничем не отличаются, они точно так же нуждаются в помощи, любая благотворительная организация выбирает для себя любую группу и начинает как-то оказывать ей помощь. Вот наши подопечные, например, многодетные семьи. Ну, это как бы всем понятно, это семьи, в которых больше трех детей, достаточно часто бывают семьи, в которых более пяти детей, семь, десять, но это очевидно, что в такой семье помощь нужна постоянно и практически по всем направлениям. Да, то есть, еще такой момент, когда вы начинаете делить вот эти вот маленькие группки, выделять, вы сразу видите, что вот в этой группе чем нужна помощь, какой приоритет именно в видах помощи им нужен, на что нужно обратить внимание и чем мы можем им помочь. То есть, вот многодетные семьи, там в принципе вся палитра видов помощи, она нужна. То есть, нужны и вещи, нужны и лекарственные препарат, там заболел один ребенок, потом начинают болеть все остальные огромные, деньги уходят на то, чтобы купить какие-то лекарства от простуд, например. Лекарства нужны постоянно. Нужны вещи постоянно, детская одежда, бытовая химия, средства гигиены, перед первым сентября необходимы канцелярские товары, школьная форма, там огромное количество денег тратится на школьные учебники. То есть, эти семьи, они нуждаются в помощи практически постоянно и она нужна во всем. То есть, что бы вы ни взяли из этого, оно обязательно будет необходимо. Также, ситуация в многодетных семьях, она может немножко усугубляться, даже не немножко, сильно усугубляться, может какими-то факторами. Например, это может быть неполная семья, когда папа работает, мама сидит с детьми, а одна мама. То есть, она сидит с четырьмя детьми и не имеет практически никакого дохода. Или работает, и тогда ей нужна помощница по хозяйству. То есть, это такая отягчающая история. Бывает, что в многодетных семьях есть дети с инвалидностью или один из родителей с инвалидностью. То есть, это тоже все накладывает как бы такую вот еще большую нагрузку на эту семью. И такая семья, она должна быть вообще в приоритете помощи. и мы стараемся ее, конечно, очень сильно поддерживать такие семьи. С одинокими мамами также бывают одинокие папы у нас есть подопечные. Тоже это очень такая тяжелая категория, помощь которой нужна практически тоже постоянно. Им нужна помощь и продуктовая, и лекарственная, и вещами, и какими-то средствами гигиены, потому что один из родителей, он вынужден и работать, и разрываться между работой и уходом за ребенком. То есть это всегда очень тяжело и трудно. И помощь нужна тут еще и помимо каких-то вещей зачастую нужна помощь психологическая такой маме или папе. Категория люди с инвалидностью пенсионера, они очень часто пересекаются между собой. То есть это могут быть пенсионеры, инвалиды. Таких у нас очень много. чем схожи эти две категории, тем, что зачастую, когда человек доживает до пенсионного возраста, в нашей стране ему очень сложно сохранить крепкое здоровье. И в основном наши все пенсионеры, они люди очень больные, они нуждаются в лекарственных препаратах. Это их основная, как бы главная такая статья расходов, на которой не хватает денег. То есть первый их запрос, когда они приходят к нам, это помогите с покупкой лекарственных препаратов. Лекарственные препараты сейчас все очень дорогие. Пенсионеры у нас, как я уже сказала, люди достаточно больные, поэтому у них может быть несколько заболеваний, по каждому из которых назначается лечение. И в общей сумме это получается огромная, конечно, сумма, которую они не в состоянии сами оплачивать. Поэтому помощь нужна в первую очередь в лекарственных препаратах, продукты они также берут, конечно, и с радостью, и с благодарностью, но это уже как бы вторично, вот именно в их случае. Да, также по вот этим четырем категориям, помимо вещей, продуктов, лекарств, всегда нужна помощь волонтеров-добровольцев. Это очень важно, потому что если есть такая возможность реализации помощи волонтеров-добровольцев, нужно это делать, потому что и в многодетных семьях, и в семьях, где родитель один, то есть мама или папа, очень нужна помощь в том, чтобы вот родителям давать время на то, чтобы они могли какие-то свои задачи решать. То есть, может быть, кто-то из них давно уже хочет пойти в поликлинику, но просто нет на это времени, нет возможности, не с кем оставить детей, и это постоянно откладывается, что, конечно, неправильно. элементарно нужно там сходить куда-то в магазин и заняться какими-то своими делами, может быть, сходить, получить какие-то документы, справки. Это тоже все нужно, это нужно время, детей оставлять не с кем, поэтому помощник по хозяйству тут как бы, может быть, он нужен не на постоянной основе, а именно там на несколько часов в неделю. Если волонтер находится, который оказывает помощь именно такой этой семье, это очень хорошо. То есть, им это достаточно большое облегчение, даже если мама просто выйдет где-то на час погуляет в парке, одна почитает книжку, это ей большая помощь. То есть, для того, чтобы сохранить какое-то внутреннее спокойствие, внутреннее, какую-то самоуверенность такую, чтобы дальше двигаться и дальше воспитывать детей, нужна передышка вот этим семьям обязательно. Пенсионеры-инвалиды, им тоже нужна помощь волонтеров, добровольцев. Тут немножко в другую сторону она нужна, потому что в основном это люди одинокие. Даже если есть дети взрослые, это не гарантия того, что этому пенсионеру помогают. Очень часто бывает так, что есть взрослые дети, но помощи от них человек не получает. То есть, они его не навещают, не помогают никак вообще справиться с его проблемами. Это люди очень нуждающиеся в участии, нуждающиеся в каком-то тепле душевном. И поэтому, если находятся опять-таки наши волонтеры-добровольцы, которые могут приходить и просто даже пообщаться вот с этим человеком, одиноким, это тоже прекрасная помощь. Это в дополнение вот к тому, что мы делаем. То есть, допустим, мы можем найти человека, который отвозит продуктовую помощь нашему пенсионеру домой, и при этом немножечко там задерживается и просто посидит, попьет чай. Это уже для этого человека большое, вот какое-то светлое событие в жизни. И как бы к этому тоже нужно стремиться. То есть, помимо того, что мы можем выдавать вещи, мы даже всегда имеем возможность оказать помощь, не вкладываясь материально, то есть, вкладываясь просто каким-то своим временем, потратив какую-то немножечко часть своей жизни и уже оказав помощь человеку, даже не имея на это материальных ресурсов. По категориям приезжие бездомные временные трудности, но мне кажется, тут в принципе все понятно, к нам эти люди тоже приходят, мы их, конечно, не прогоняем, оказываем помощь. Но у нас есть такой как бы помощник, к которому мы можем обратиться всегда именно с приезжими бездомными в службе помощи и малосердия. Есть проект, который занимается помощью бездомным уже давно и очень эффективно, это Ангар Спасения, они находятся от нас недалеко, поэтому вот нам было принято решение, что так как есть люди, которые занимаются помощью бездомным профессионально, качественно, и они как бы в этом разбираются, мы им все-таки перенаправляем этих людей, чтобы они им помогали вот именно в том объеме, в котором у них эта помощь предоставлена, потому что наших ресурсов на это не хватает. Приезжие, чем отличаются от бездомных, то есть бездомный это человек без определенного места жительства, он не имеет прописки, зачастую не имеет никаких документов. приезжие, это немножко другая история, то есть этот человек тоже может, что сейчас в данный момент находится на улице, но он не бездомный, то есть часто в Москву приезжают, ищут какую-то работу, потом, допустим, так получилось, что человека обманули, не заплатили деньги, выгнали из вагончика, где он жил, там, или в гостинице, и он оказался на улице. Ему нужно вернуться домой, денег у него нету, нужно помогать человеку, то есть он как бы стремится к тому, чтобы ему помогли, и его очень легко вернуть, вот это состояние, из которого он случайно выпал. Также может произойти там и ограбили, допустим, украли все документы, тогда к помощи о возвращении домой и добавляется там помощь в восстановлении документов. Приезжим у нас также занимается ангар спасения, у них есть специальная программа возвращения, они тоже помогают в этом направлении, ну и часть людей, конечно, они не могут всех охватить, часть людей тоже берем и на себя, и оказываем вот эту помощь в восстановлении документов и отправлении людей домой, куда они приедут к своей семье, и в принципе уже никак дальше вот эта их асоциальная жизнь на них не повлияет. Так, ну вот перейдем к тому, как же нам общаться с нашим просителем, с нашим подопечным. Для того, чтобы понять, как с человеком общаться, нужно вспомнить о том, о чем я говорила, то есть в первую очередь вот этот общий портрет человека мы должны перед собой всегда видеть, то есть кто это? Это человек без ресурса, без внутренних сил, поэтому вот все проблемы, которые проистекают и в его жизни, и в его поведении, и в его общении с нами, они все проистекают вот именно из того, что у него нет ресурса, нет внутренних сил, поэтому, приходя за помощью, он может быть уже осознал, что помощь все-таки нужна, сформулировать, какая помощь нужна, что конкретно нужно, он не может, он просто не в состоянии, то есть может, да, говорить, помогите мне на вопрос, чем мы можем вам помочь, вы не услышите ответа, потому что человек не понимает, чем ему помочь, у него нет ответа просто на этот вопрос, даже начиная дальше с ним разговаривать, как-то подводя его к каким-то ответам, вы его этим, конечно, напугаете, и человек наш подопечный захочет изо всех сил переложить, то есть он поймет, что вы готовы помогать, вы хотите, он увидит вас это как пожелание, и изо всех сил будет стараться переложить ответственность за принятие решения, формулировку вот этой помощи, как бы вот этих задач, которые мы будем вместе с ним решать, он будет перекладывать на вас, то есть человеку сложно принять решение и сложно вот это все сформулировать, поэтому он изо всех сил будет это все скидывать на вас, принимать это и идти на поводу подопечного нельзя, потому что кажется, что в принципе, нет ничего страшного, мы же знаем, как нужно, мы знаем, как правильно, вот сейчас мы вот так за него придумаем, ну, грубо говоря, навяжем ему свое мнение о том, что вот так вот мы вам поможем, и вам будет хорошо, он, конечно, с радостью согласится, будет говорить, да, отлично, давайте делать так, делайте за меня, вот так вот, в результате, когда вы все вот это сделаете, скорее всего, человеку не понравится результат, и виноваты будете, конечно же, вы, потому что это было не его решение, он к этому не приходил, он это не переживал, ему это навязали извне, он просто с этим согласился, и с легкостью, за какие-то неудачи, он будет дальше перекладывать ответственность на вас, вы будете виноваты во всем том, чего не получилось, чего не, и даже если получилось, есть какие-то недостатки, это все будет виноват человеку помогающий, наша задача постараться соблюсти вот такой баланс, человека не заставлять, мнение свое ему не навязывать, то есть наше понимание о том, как правильно, мы ему навязать вообще никак не должны и не можем, мы его должны тихонечко, аккуратно подвести к тому, чтобы он сам принял решение, что на данном этапе ему важно и нужно, возможно, это займет достаточно продолжительное время, и не с первого раза это получится, чтобы человек к этому пришел, но он должен к этому прийти сам, он должен сам понимать, что вот это мое решение, я захотел вот этой помощи, и я теперь делаю шаги для того, чтобы ее получить, ну, не получить, а добиться, то есть вот какой-то задач, цель, которую мы перед ним поставили, мы к ней идем дальше уже вместе с ним, тоже идем рядом, но не тащим его за собой на аркане, двигаемся вперед, и чтобы он хотел идти с нами и шел, он должен сам принимать это решение и нести ответственность за принятое решение, то есть мы его должны немножко этому учить, конечно, вот в процессе вот этого вот формирования этой конструктивной просьбы, этой какой-то конечной, ну, не конечной, а такой предварительной цели, к которой мы с ним движемся, вот все перечисленное на слайде, оно будет, это будут манипуляции, слезы, угрозы, и какая-то агрессия, естественно, человек изо всех сил будет этому сопротивляться, он не хочет принимать ответственность, он не хочет быть таким самостоятельным, он пришел, чтобы ему помогли, он хочет, чтобы все за него сделали, но наша задача все-таки делать это совместно, то есть человек должен быть, наш подопечный, он должен быть полноценным участником оказания помощи, он не должен быть просто такой страдательной стороной, на которую сыплются вот эти все, ну, не блага, вот эта вся помощь, которую мы ему оказываем, а он только вот ее принимает или не принимает, так не должно быть, это неправильно, и как бы люди, самому подопечному это только во вред, когда он участвует во всем, в принятии решений, в достижении цели, это гораздо для него более здоровая ситуация. Ну, говорить о том, что сотрудник должен проявлять уважение, терпение, это такие, наверное, очевидные совершенно вещи, должен быть доброжелательным к человеку, должен ему сострадать, и сострадать, конечно, искренне, это все понятно. Единственное, что можно сказать, что такой момент, что если вы начинаете общаться с человеком и слишком близко к нему подходите, то есть нужно обязательно соблюдать дистанцию, близко подходить к подопечному нельзя, то есть вы все равно должны быть человеком, вот именно для него направляющим, остановиться, как бы вовлекаться в его эмоции и начинать вместе с ним плакать над его судьбой, это тоже неправильно. То есть в этом есть огромное количество подводных камней, то есть сокращение дистанции и иногда даже полное растворение как бы в проблемах подопечного. В этом огромное количество подводных камней, одно из главных — это профессиональное, эмоциональное выгорание, о котором уже, по-моему, уже огромное количество литературы написано, написано, да, то есть если вы это делаете, то вы работаете, возможно, ярко, очень так зажигательно, но недолго. То есть человек долго работать на каком-то национальном пике просто не в состоянии. И поэтому вот для всех людей, помогающих профессии, это не только как бы социальные работники, это и врачи, и в основном врачей это, кстати, касается тоже, нельзя вовлекаться в эмоции. Вот просто это категорически делать нельзя. Да, еще одна из причин, почему это делать нельзя, вот это вовлечение в жизнь подопечного не должно происходить, потому что вы теряете объективность. То есть если мы объективно смотрим на ситуацию, смотрим на нашего подопечного и видим его все как бы недостатки, какие-то, может быть, манипуляции мы все видим, потому что мы смотрим со стороны, мы объективны. Как только мы вовлеклись в эту ситуацию, все, объективность потерялась, он для нас уже стал частью нашей жизни, мы на него смотрим и жалеем его, плачем вместе с ним, все, продуктивной работы нет. Эффективности тут уже нет никакой абсолютно в такой работе. А для того, чтобы мы могли грамотно и эффективно рассмотреть нашу просьбу, то есть проработать ее, объективность — это главная наша такая цель для этого рассмотрения. Но когда мы рассматриваем просьбу, на первый взгляд кажется, что основная цель рассмотрения просьбы, изучение всех обстоятельств нашего подопечного, рассмотрение его документов, проверка этих документов, постоянные советы с экспертами, кажется, что цель рассмотрения — это выявление мошенников и людей, которые в помощи не нуждаются. Но это не главная цель этого этапа работы, абсолютно нет. Главная цель этого этапа работы — это вывести вот эту задачу помощи на какой-то грамотный, эффективный уровень. То есть мы должны взять историю, разобраться в ней и понять, какая помощь вот в этом случае будет наиболее эффективной. И вот это все рассмотрение, оно именно для этого и необходимо. То есть да, вот достигая этой цели, мы можем выявить мошенников. Это не сама цель для нас. Главное, чтобы мы пришли к пониманию, что в данной ситуации самое эффективное. так как наш подопечный, он, скорее всего, нуждается очень во многом. То есть вот этих тонких мест, которые нужно закрывать, и направлений, по которым нужно помогать, их много. И определить очень быстро из первого раза, в каком направлении будет самое на данном этапе работы, самая нужная помощь, бывает сложно. Поэтому мы разбираемся в ситуации, разговариваем с самим подопечным. Если у него нет возможности, разговариваем с его родными, если они есть. Полностью пытаемся представить, как он существует, как он оказался в этой ситуации, что его сюда привело, какие есть вот эти вот необходимости, какие есть проблемы. Собираем документы, вот это все подтверждающее. По документам иногда можно тоже какие-то варианты помощи увидеть. То есть мы увидим, что человек ходил, допустим, ему нужно лечение, он уже ходил в какие-то поликлиники, врачи ему давали такие-то ответы, и может быть, он что-то не понял в этих ответах, и считает, что надо обращаться совсем в другую больницу, здесь ему не помогут. Возможно, он что-то не понял в той рекомендации, которую ему дал врач. Значит, нужно посмотреть и с подопечным все это проработать, посмотреть, есть ли там действительно необходимость ехать уже в какую-то другую больницу. Также необходимо прорабатывать возможность получения помощи от государства. Это очень важно, потому что все потребности нашего подопечного при всем своем желании мы своими силами закрыть не сможем. Поэтому вот разложив все по полочкам, увидев, какие мы нашли проблемы, мы начинаем думать о том, что вот эту часть проблем мы можем решить с помощью социальных служб или государственных каких-то служб. А вот эта часть проблем, то есть невозможно получить помощь бесплатно, невозможно получить помощь от государства, значит, здесь мы включаемся. Без понимания того, что государство в принципе в этой ситуации может сделать, как бы дальше двигаться не стоит, потому что это будет просто какая-то такая не очень эффективная работа. Мы будем вкладывать деньги туда, где возможно было получить что-то бесплатно. Деньги потрачены, они, возможно, могли быть более эффективно потрачены в другом месте. То есть это важно обязательно прорабатывать. Также для того, чтобы понять, насколько наша помощь эффективна, нужно обращаться к экспертам. Ну, здесь каждая благотворительная организация как бы старается этот вопрос по-своему решить. У кого-то есть какие-то свои эксперты, которые готовы там на волонтерских началах помогать, консультировать по просьбам. Я имею в виду экспертов, это, во-первых, врачи, которые по всем медицинским просьбам могут давать какие-то комментарии о целесообразности назначенного лечения, о необходимости именно такого дорогостоящего лечения. То есть и помочь разобраться в ситуации, если она действительно сложная. Вот хотелось бы привести еще пример того, как работа с просьбой, грамотная, она может стать эффективной и правильной. Вот у нас было такое обращение, к нам написал молодой человек, он был из регионов, по-моему, из Ульяновской области, если не ошибаюсь, молодой человек с инвалидностью. У него были ампутированы обе ноги, выше колена. Он жил с отцом и мачехой какое-то время. Отец у него очень сильно выпивал, бил нашего подопечного, поэтому жизнь стала у него невыносимой в этом доме. И так как он сам вообще человек очень активный и занимает такую прям активную жизненную позицию, у него получилось получить кредит, и он купил себе какой-то ветхий домик, чтобы жить отдельно от отца. И туда переехал. Но домик был очень ветхий, и жить там было сложно. И он там жил один. Нам он написал на сайт, и просьба его заключала в том, чтобы мы помогли ему приобрести какие-то самые простые желудочные препараты, что-то типа амеза, фистала и вот еще каких-то ферментов. То есть просьба начиналась именно с этого. То есть помогите приобрести лекарства. Причем какие-то очень простые. Наш сотрудник начал работать с этой просьбой. Работа, конечно, проходила очень долго. Она общалась с этим подопечным. Она расспрашивала о том, как он живет. Смотрела, просила прислать фотографии того дома, где он живет. Не буду рассказывать там подробно, как это все, какие этапы работы у нас там прошли. В результате просьба из лекарственных средств, самых простых, она переросла в просьбу о ремонте. Потому что молодой человек живет вот в этом ветхом жилье, в котором жить практически невозможно. У него не было там ванной комнаты, а он инвалид колясочника. Это необходимо просто. И ремонт там не делался вообще неизвестно сколько. То есть была какая-то ужасная совершенно кухня и вообще какие-то антисанитарные условия. Мы собрали на сайте, на сайте милосердия.ру средства и сделали ему ремонт в этом доме. Причем отклик наших читателей, он был очень большой. Так что средств собрали даже больше, чем планировалось. И сделали еще внешний ремонт дома. То есть вот из просьбы, такой мелкой, как бы незначительной, путем правильной работы. И вот когда человек видит перед собой эту задачу оказать помощь эффективно и грамотно, мы пришли к тому, что мы немножечко улучшили жизнь этого человека. То есть мы не просто ему дали лекарства, которые он просил, там самые простые, а мы немножко его жизнь улучшили. Мы сделали ремонт в том доме, в котором он живет. Он живет там постоянно, один. И сейчас ему жить там гораздо легче и гораздо проще. Да, на эти деньги еще сделали ему панду, чтобы он мог спокойно выходить на улицу из своего дома. Вот. То есть это вот как бы правильная работа с обращением. Какие виды помощи мы можем оказывать нашим подопечным? Тут, конечно, все зависит от того, какими ресурсами вы обладаете. То есть насколько вы привлекаете средств и вообще человеческих ресурсов, сколько у вас в отделе. Вот основные пункты у нас указаны на слайде. Слева это в основном то, что нужно оплачивать. А на что нужны именно материальные средства. Самое частое и в нашей работе распространенное это оплата лекарств. И я бы еще назвала оплатой медицинских обследований, ТСР, реабилитации. То есть вот это вот медицинское сопровождение такое наших подопечных. Оно как у нас, вот как я говорила, у нас два направления работы. Это личный прием и помощь через сайт милосердия.ру. Вот по этим двум направлениям вот эта медпомощь идет на первом месте. Это самый-самый такой частый запрос на оказание помощи. Также мы оплачиваем транспортные расходы, но это как раз касается вот той категории подопечных, о которой я говорила. Это вот приезжие, которым нужно оказать помощь, купить билет, дать продукты в дорогу, чтобы они смогли вернуться к своей обычной жизни, смогли вернуться домой. По оплате, сейчас давайте по госпошлиным штрафам, тут в принципе все понятно. Это восстановление в основном документов утерянных, паспортов. Для того, чтобы их восстановить, нужно платить штрафы, делать фотографии. Также обращаются люди, которые давно живут в России и хотят оформить гражданство, то есть они тоже просят оказать им помощь. В этих случаях мы обычно берем какую-то часть при оформлении гражданства, то есть мы готовы помогать, мы хотим оказывать поддержку этим людям, которые хотят проживать на территории России официально, то есть они хотят зарегистрироваться, они хотят как-то платить налоги, получать бесплатную медицинскую помощь у нас, поэтому мы им всячески содействуем, но все-таки стараемся, чтобы они тоже участвовали в этой помощи, оказывать помощь частично. Также такая же у нас история с коммунальными услугами, ну это вот оплата ЖКХ. У нас в отделе мы уже, наверное, в течение года или даже больше такую систему ввели, мне кажется, она очень правильная. Это система помощи в оплате ЖКХ исключительно только совместно с самим подопечным. То есть к нам приходят, говорят, что накопили долги по ЖКХ, там какие-то просто совершенно огромные, там 50 тысяч иногда и больше бывает, и вот помогите оплатить. То есть оплатить долги ЖКХ у нас нет возможности, то есть у нас очень ограничены финансы, поэтому мы все-таки такую крупную сумму, тем более на руки, выдать не можем, и даже если перевести туда непосредственно в управляющую компанию, все равно это достаточно большая сумма. Поэтому и это как бы не очень продуктивно. То есть вот вы, даже если у вас есть деньги, вы оплатили, закрыли этот долг к этому человеку, через какое-то время, он через полгода, через год, он придет к вам с точно таким же запросом, что вот у меня долг по ЖКХ, помогите, ну вы уже один раз помогли, помогите еще раз. Вот, поэтому мы разработали такую систему, что оплаты ЖКХ проводятся только совместно с подопечным. То есть мы берем, ну это уже зависит от того, насколько подопечный материально-ресурсно обеспечен и вообще какой у него уровень доходов. То есть вот у нас есть платежка на оплату ЖКХ, она составляет, допустим, 5 тысяч. Мы с ним обговариваем сумму, которую он может внести, тысячу-две, но он должен эту сумму обязательно вносить. То есть вот он оплачивает две тысячи, мы за него оплачиваем три тысячи. И в следующий раз, когда он к нам приходит на следующий месяц, он должен нам принести подтверждение того, что он эти свои две тысячи за свою ЖКХ внес. И тогда мы дальше с ним продолжаем работать. То есть мы ему помогаем, постепенно как бы так вырабатывая в нем привычку платить за свое собственное жилье. То есть он должен нести ответственность за квартиру, в которой он живет. И вот эта привычка, что у тебя есть квартира, за нее надо платить, она должна вырабатываться постепенно. Если постоянно человеку выдавать деньги, за него везде все оплачивать, вот этой привычки, ответственности так и не появится. Поэтому вот мы приняли такое решение. Мне кажется, что это очень разумно и очень действенно. Хотя, конечно, бывают провалы. Люди какое-то время так делают, потом пропадают, видимо, копят свои долги. но мы надеемся, что все-таки вот эта вот система, она как-то у нас посильнее внедрится и заработает. Справа у нас на слайде это помощь такая натурная, то есть слева это вот все, на что нужны именно деньги, то есть все, что мы помогаем деньгами. Но не выдаем их в руки, а оплачиваем за подопечного. Это все. Справа на слайде это уже натурная помощь, это помощь вещами, продуктами, плюс информационная помощь, юридические консультации. Но я бы еще сюда добавила помощь добровольцев, волонтеров, которые могут как-то облегчить жизнь семье. С вещевой помощью тоже всегда, я думаю, у всех проблемы, потому что обеспечить вот такой круговорот и вещей от жертвователя к благополучателю, если эти вещи не новые, а поддержаны, это очень сложная задача, потому что она требует дополнительных ресурсов, дополнительных складских помещений, времени на обработку, переработку. И, в общем, это достаточно такая ресурсоемкая задача. Мы, к сожалению, вот в группе таких ресурсов не обладаем такими возможностями. Поэтому, к нашему счастью, у нас также в службе помощи и милосердия есть отдельный проект, который этим занимается, Центр гуманитарной помощи, и мы как бы стараемся с ними вот в этом плане сотрудничать. То есть, у них есть на это возможность, они это делают, они делают это хорошо. Мы очень за них рады, поэтому очень хотим с ними в этом направлении работать, так как своих ресурсов на это не имеем. Все, что мы можем, это максимум принять какую-то новую одежду и раздать ее по запросу нашим подопечным. Вот, к сожалению, пока у нас такая ситуация. Продуктовая помощь это продуктовые наборы, которые мы выдаем. Мы их выдаем раз в месяц. Продуктовый набор у нас тоже немножечко есть такое подразделение, самый маленький для одинокого человека, семейный набор и набор для многодетных семей. Многодетные семьи там, естественно, положено немножко побольше продуктов, а одинокие семейные они, ну, очень мало чем отличаются. Что касается юридической помощи, ну, вот здесь я бы хотела немножко подробнее остановиться, потому что, ну, у нас есть юристы, которые принимают, консультируют, куда мы можем отправить наших подопечных. Это очень помощь такая тоже востребованная, потому что люди очень часто не знают своих каких-то прав и как их отстаивать. совершенно не понимают и не знают, как это все делается, поэтому запрос на юриста он очень высок. Плюс вот этот как бы пункт и его желательно вообще развивать и расширять, потому что, как я уже сказала, вот эти вот запросы, когда мы прорабатываем, мы должны выявлять, что нам может, чем нам может помочь государство, что мы можем получить бесплатно. часто для этого нужна консультация юриста, то есть понять, что именно можно получить и как этого добиться. Вот поэтому эту помощь ее надо максимально расширять и углублять. Я думаю, что в любой благотворительной организации, потому что количество наших подопечных, тех, которые к нам обращаются, неуклонно растет из года в год. То есть у нас не было ни одного такого периода, когда мы бы видели, что ну вот тут что-то на спад пошло, стало как-то меньше к нам людей приходить. Такого не было никогда. У нас каждым годом количество людей к нам обращающихся увеличивается. То есть найти ресурсы и покрыть все потребности наших подопечностей просто невозможно. Поэтому нужно максимально сотрудничать с государственными социальными службами, вовлекать их в процесс оказания помощи, добиваться того, что можно получить бесплатно. Вот. В этом, конечно, должен помогать именно юрист или соцработник, который в этом очень хорошо разбирается и умеет общаться с государственными структурами. Особенно это актуально для, ну вот, в нашем направлении это просьба на сайт, это просьба на какие-то дорогие технические средства реабилитации, на дорогие лекарственные препараты. Это очень часто во многих случаях, особенно лекарственные препараты, давайте на них остановимся, как бы тут более понятно будет. Лекарственные препараты, есть вот список жизненно необходимых лекарств, которые мы должны получать бесплатно, люди с инвалидностью, которые получают бесплатно. Есть препараты, которые в этот список не входят, но для человека с инвалидностью, для ребенка с инвалидностью возможно добиться того, чтобы этот препарат был закуплен ему индивидуальной закупкой, то чтобы он бесплатно его все равно получал, потому что если у него есть подтверждение врачебной комиссии о том, что препарат по жизненным показаниям необходим. Вот с таким заключением человек может претендовать на бесплатное получение любого препарата, даже если он ни в какие списки не входит. Но, к сожалению, вот эти все шаги пройти самому человеку, особенно, допустим, предположим, если это одинокая мама с ребенком-инвалидом, это просто подвиг для нее. И в сопровождении юриста или соцработника, который будет потихонечку ей говорить, какое обращение, куда написать и помогать это обращение составить. Это очень важно. То есть, возможно, пройдя вместе с нами этот путь, она добьется какого-то результата, и это тоже будет помощь. То есть мы материально ей не помогли, но мы ее провели по этому пути, где в конце она в результате помощь получила. То есть это тоже наша эффективная работа и тоже результаты. И причем неплохой результат. Ну, теперь такая сложная тема, где брать средства и, скажем так, как их передавать подопечным, как по ним отчитываться. Ну, вот вообще вот по этой теме, это просто вот такая очень большая тема для отдельного, наверное, разговора, поэтому я очень кратко, как вы, очень такими большими мазками пройдусь по этим пунктам, где брать средства. Вот мы написали то, что для нас актуально. То есть вот эти пункты, по которым мы стараемся привлекать пожертвования и вещевую помощь. То есть вот самый первый — это привлечение продуктов и самих вещей. То есть если это одежда, то мы запрашиваем одежду, или, допустим, к нам приходит подопечный, ему нужен чайник, мы можем попытаться найти среди наших жертвователей, кто купит чайник или у него, может быть, есть какой-то там лишний или дома лежит вот ненужный какой-то чайник, но в хорошем состоянии, конечно же. Вот. По вот этому пункту люди, конечно, жертвователи, они очень вовлекаются в процесс помощи именно продуктами и вещами. Людям очень нравится приносить продукты и вещи. Это как-то находит отклик в сердцах людей, и очень это легко делать. То есть, в принципе, если работать с вот... мы ее называем базой наших жертвователей, тех людей, которые к нам проявляют интерес к нашей работе, которые хотят с нами дружить и сотрудничать. То есть я сейчас говорю просто об обычных людях, то есть это не какие-то там корпорации, магазины или еще что-то. Нет, это просто обычные люди, которые заинтересовались работой нашей группы. Им мы интересны, они к нам приходят и спрашивают, как мы работаем, кому мы помогаем. Мы всегда очень рады к такому, показываем, проводим экскурсию, где вот наш подопечный, вот наш склад, вот так вот мы формируем наборы, вот так вот мы проводим учет, вот так вот мы все выдаем. И когда люди видят, что, в принципе, все работает слаженно и хорошо, они с большой радостью привозят продукты. И если вы с ними немножечко поддерживаете какой-то контакт, то есть поздравляете с праздниками, пишете какие-то запросы, когда мы пишем запрос на продукт, то есть у нас закончились, мы нашим жертвителям пишем такую просительную смс-ку о том, что вот если у вас есть возможность, вы могли бы нам помочь, у нас сейчас вот необходимость том-то и том-то. Если это обезличенная смс-ка, человек это чувствует, он понимает, что это была веерная рассылка, ему это не очень приятно. Если вы пишете конкретно каждому человеку, начиная там с его имени, дальше вот этот вот текст, не забывайте его поздравлять с праздниками, всегда оперативно отвечайте на все вопросы, которые он вам задает. Вот эта работа с жертвователем, она приносит очень большие плоды. Люди действительно подолгу готовы помогать в продолжительное время, и, ну, конечно, в меру там своих возможностей, но это большая помощь для нас, конечно, мы ее очень ценим. Также вот мы собираем средства и привлекаем продукты и вещи через соцсети. У нас еще есть такой ресурс, как вот я уже говорила, сайт милосердие.ру, который нам очень помогает в сборе именно денежных пожертвований. Также мы участвуем в ярмарках различных и таких деньгосборных, мероприятиях, к сожалению, у нас ресурсов больших на то, чтобы их часто организовывать, нету, но это очень такая эффективная, очень эффективные мероприятия. Ну, самое известное, наверное, мероприятие милосердия — это белый цветок, который, ну, такой образец деньгосборного мероприятия, как это нужно правильно организовывать, и как эффективно это может быть, если это вот так вот сделано качественно все. И последний пункт, он, наверное, самый-самый в этом списке сложный, это поиск каких-то крупных корпоративных жертвователей. Далеко не каждой благотворительной организации удается таких жертвователей себе найти. Тут сложность, помимо того, что жертвователей этих крупных, их не так много, и они уже, скорее всего, с кем-то сотрудничают, и привлечь вот в свою организацию этого человека уже становится сложновато. Но также сложность взаимодействия НКО и жертвователей, она долгое время находилась в той плоскости, что разговаривали на разных языках. Вот сейчас именно благотворительный сектор, некоммерческий, они стали немножечко это все менять и стараться презентовать себя именно в том виде, который понятен крупным жертвителям. Они говорят на языке бизнеса. Для них понятие эффективности, открытости, вот то, о чем у меня написано внизу, эффективность, открытость, прозрачность организации, это очень важно. Если вы об этом не говорите, если у вас этого нету, к сожалению, крупного жертвователя вы точно не привлечете. Если он не видит, как расходуются его пожертвованные деньги, если он не видит никаких отчетов, если он не видит, насколько изменило его пожертвование, вашу работу, то есть как оно на нее повлияло, как оно ее улучшило, и какой вот был результат всего этого, человек второй раз уже жертвовать не будет. Если вы ему предоставляете понятные, совершенно прозрачные отчеты, то он, конечно, заинтересуется, и, возможно, в дальнейшем у вас будет какое-то плодотворное сотрудничество. Вот все, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Так, ну вот есть вопрос по помощи цыганам. Вопрос действительно очень сложный. Вообще, как бы у нас есть такая установка, что вот цыганам именно вот в том понимании, как мы это все представляем, да, вот мы говорим слово цыгане, у нас вот определенный образ уже в голове такой складывается, вот таким цыганам мы стараемся не помогать, потому что этому есть объяснение. Во-первых, невозможно никак проверить их ситуацию материальную и вообще, кто как они живут. Вот вникнуть в это во все просто невозможно. Это совершенно закрытая, такая обособленная семья, в которую доступ посторонним людям просто воспрещен. понять, какие там заработки, сколько там детей, сколько там работающих, неработающих людей, просто-просто невозможно. Это вот один момент. Потом, да, как бы не пойман ни вор, но мы все прекрасно понимаем, что цыгане часто занимаются попрошайничеством. Это вообще совершенно невозможно ни доказать, ни проверить, сколько они там зарабатывают, как они это все потом расходуют. Причем это попрошайничество часто сопровождается огромным количеством детей, то есть ходит эта мать с этими маленькими детьми. Это просто ужасно, и поддерживать такое, конечно, невозможно. Поэтому мы приняли для себя решение, что мы им не помогаем. Хотя они, конечно, подходят под нашу категорию многодетные семьи. Но есть такие семьи цыганские, которые, в принципе, социализировались, которые где-то осели, у них есть свое жилье, дети ходят в школу. Мы стараемся все-таки тогда проверить, насколько там все это прозрачно, насколько вот нет там криминала хотя бы какого-то. Если вот при нашей проверке мы каких-то прям очевидных вот этих сомнений не увидели, то есть если, на наш взгляд, там все более-менее прозрачно, то мы такую семью берем на помощь и помощь оказываем. Но таких семей вот социально адаптированных, цыганских, их крайне мало. Я бы сказала, даже вот у нас, наверное, за всю нашу работу их там штук пять, наверное, берется. Хотя приходят они постоянно, помощь просят постоянно, но мы, к сожалению, им отказываем. Ну, по отчетам, знаете, очень сложно сейчас сказать по отчетам. Это, наверное, тоже прям целая история. Отчетов у нас тоже огромное количество. Мы их, естественно, предоставляем во все инстанции и отчитываемся по приходу и по расходу. Это все у нас есть. Но так как мы, наша группа, все-таки часть Марфы Маринской обители, то есть наши основные отчеты, они идут внутри Марфы Маринской обители. То есть мы отчитываемся перед обителю то, как мы расходуем свои средства. У нас бюджет даже завязан, в принципе, на бюджет обители. Так, вопрос по помощи людей после пожаров. Ну, нам как бы с этим немножечко попроще, наверное, вот потому что у нас есть такой ресурс, как милосердие.ру сайт. То есть если к нам обращается человек, у которого случился пожар, тут как бы нужно разделять два направления помощи. То есть это помощь, которая нужна вот прямо здесь и сейчас, такая скорая помощь. То есть нужно помочь человеку найти какое-то жилье до того, как он добьется от государства временное жилье, потому что всем, у кого сгорел дом, в принципе, им от государства положено получить временное жилье. Оно, конечно, всегда плохое, никому не нравится, все на него всегда очень жалуются, но это жилье, оно положено от государства, и как временное пристанище, оно вполне себе может существовать. То есть вот пока человек это временное жилье не получил, может быть, помочь с оплатой хостела или какой-то там недорогой гостинице, или попробовать договориться с местными, с местной администрацией в отделении какого-то жилья, поискать соседей, друзей, которые хотя бы на какое-то время приютили человека, чтобы они просто не остались на улице. То есть это вот скорая помощь, которую нужно делать сейчас. Да, это вот вы увидели, посмотрели документы, справка о пожаре есть, то есть она выдается в МЧС, справка о пожаре, плюс потом через какое-то время вы можете запросить у человека, чтобы уж быть уверенным, что там, что произошло в этой ситуации. Восстановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое выдается в МВД, в этом документе описывается абсолютно вообще вся ситуация с этим пожаром, то есть во сколько произошло, какой был дом, что сгорело там, какой ущерб нанесен. То есть это вот документ, на который можно опираться. Вот это как бы два таких основных, которые мы запрашиваем у тех людей, которые приходят с просьбами помощи после пожара. Плюс этим людям, конечно, нужна одежда, продукты. Это вот прямо сразу это нужно, да, конечно, нужно помогать. Дальше, вот когда вы закрыли вот эту первую необходимость, то есть в принципе нашлось какое-то жилье, люди получили вещи, то есть вот очень быстро, можно где-то в соцсетях сделать объявление о том, что вот у нас есть подопечная семья, у них тогда-то сгорел дом, вот просто ничего не осталось, давайте поможем вещами. И будет очень большой вот клик, люди любят помогать в таких ситуациях. Вы быстро найдете все эти вещи. Дальше нужно думать о том, как восстанавливать дом. Вот здесь это, конечно, очень история долгая и дорогостоящая. Ну вот у нас есть ресурс на то, чтобы это делать. То есть с помощью сайта Милосердия.ру мы собираем средства на восстановление дома. Ну, конечно, мы не можем полностью там подключить этот дом, восстановить, и мы стараемся, чтобы люди тоже как-то максимально в этом постарались поучаствовать. То есть где-то можно взять, обратиться в администрацию, получить какую-то компенсацию, какую-то материальную помощь по факту пожара. Это во многих областях такое, в принципе, практикуется. Сумма, конечно, небольшие, но все-таки это тоже деньги. Также, если в семье есть мужчина, муж может какие-то строительные работы сам выполнять, то есть это уже плюс. То есть как-то уже он может сам участвовать в строительстве, он может контролировать тех рабочих, которые будут работать, он понимает, как нужно этот дом восстановить, какие этапы, то есть он может это все проработать. И даже если он вообще как-то далек от строительства, то и таких мы тоже берем на сборы. Ну, это просто все становится гораздо сложнее и труднее, потому что это все будет возложено на строительную компанию. Для того, чтобы просьба у нас вышла на сайте милосердие.ру, мы, конечно, уже дальше досканально в этой ситуации разбираемся. То есть запрашиваем полный пакет документов, созваниваемся, допустим, там с какими-то знакомыми, пытаемся посмотреть, как там, чего произошло, не было ли поджога, не было ли какого-то криминала там. Ну, вот включаемся в помощь. Ну, я надеюсь, что вот на этот вопрос про пожар я ответила, но если ваш вопрос был в том, чтобы помогать, не помогать, ну, конечно, помогать. Если у человека случился пожар, да, в любом случае помогать. Вопрос только, чем вы можете помочь, взвесить свои ресурсы и выбрать из того, что я перечислила, то, чем вы можете в данный конкретный момент помочь. Так, вот еще вопрос. Есть ли у нас карточка просителей? И как мы с ней работаем? Ну, наверное, вот именно в понимании, как вот какая-то бумажка, карточка нет, у нас такого нет. У нас есть внутренняя база наших подопечных, с которой мы работаем, которая ведется уже очень давно, по-моему, где-то с 13-го года мы так более-менее начали вести. Она, конечно, очень много раз переделывалась, перерабатывалась, и вот сейчас мы стоим на этапе как-то более автоматизированную какую-то систему хотим внедрить. Ну, вот сейчас у нас немножечко примитивная экселевская табличка, которую мы ведем. Учитываем там всех наших подопечных. Для каждого подопечного у нас создана отдельная папка, где мы храним его документы. То есть это вот обязательно паспорт, свидетельство о рождении детей, если есть справки об инвалидности, это мы все собираем, справки о доходах. В электронном виде мы еще стараемся, как бы в бумажном виде, это вообще как бы не хранится, все в электронном виде. Если есть какие-то медицинские проблемы, то есть у человека проблемы со здоровьем, мы еще запрашиваем выписки медицинские с подтверждением диагноза и вот того лечения, которое, допустим, просит у нас человек. Если это просьба на покупку лекарственных препаратов, то тогда к медицинской выписке, где прямо вот четко прописано, какие лекарственные препараты человеку назначены, в каких дозировках и сколько их принимать. Это тоже очень важно, потому что люди часто берут направление у врача, берут рекомендацию врача на прием препаратов. То есть, ну вот обычно врач пишет, рекомендую принимать, не знаю, какой препарат там, вот тот же фистал, длительно. Вот что вот значит вот это длительно? То есть мы как бы на пожизненное обеспечение человека взять не можем. То есть если ему нужно вот сейчас курсом, вот у него сейчас обострение, например, какого-то там гастрита, язвенные болезни, ему этот фистал нужен, и он сейчас очень для него важен. Да, нужно тогда написать, что сейчас человек проходит курс лечения, и вот этот препарат ему нужен там в течение 21 дня. И вот на эти 21 день мы ему помогаем с покупкой. То есть вот такие вот записи в виде длительной и пожизненной, ну, ну, как бы требует немножечко уточнения. Вот, и вот из этого как бы у нас состоит карточка, ну, не то, что карточка, это вот как бы такое досье нашего подопечного, это вот совокупность этих электронных документов. Плюс вот в этой нашей табличке базе подопечных, которую мы ведем, там у нас есть все контактные данные нашего подопечного, его телефон, его адрес, место жительства, где он проживает. То есть как бы адрес по прописке очень часто не совпадает, поэтому мы стараемся писать адрес именно проживания, чтобы нам было понятно, что если нужно там волонтер, добровольца куда-то отправить, чтобы у нас был именно вот этот контакт, куда человека отправлять. В этой базе мы также указываем категорию нашего подопечного, то, о чем мы говорили, какую мы ему присвоили, то есть как он у нас проходит, как мы его дальше будем учитывать в нашей статистике, и ту помощь, которую мы ему оказываем. То есть в один день, ой, в один месяц он может быть к нам пришел, попросил продукты, на следующий месяц мы ему помогли лекарствами, там еще в какой-то другой месяц он пришел, попросил, не знаю, там оплатить ему какое-то обследование, и мы тоже ему помогли. Это мы все записываем и ведем вот такую базу данных. Также у нас есть там еще отдельные комментарии, если вдруг какая-то возникла негативная ситуация, подопечный ведет себя как-то агрессивно оскорбляет сотрудника, не хочет идти на совершенно контакт, то мы делаем такие комментарии, но, к сожалению, если там после какого-то определенного предупреждения, что, к сожалению, мы не можем общаться вот в таком вот тоне и в таком вот агрессивном ключе, ну, тогда приходится, да, таким подопечным отказывать. Ну, вот, то есть, как таковой карточки нет, но есть база и есть на каждого подопечного досье. Да, вот я поняла, что про базу спрашивали, но вот сейчас у нас это все в таком виде. Конечно, хотелось бы, чтобы это было более систематизировано, автоматизировано и уже на каком-то новом уровне, потому что, ну, у нас очень много подопечных, очень много информации накопилось, и очень хочется ее как-то начать обрабатывать и какие-то аналитические уже из нее получать данные. Ну, вот сейчас мы рассматриваем возможность перехода на базу данных, на CRM на основе 1С. Надеюсь, у нас это получится, но вот пока мы только в самом начале обсуждения нашего технического задания. Надеюсь, конечно, это как-то у нас все внедрится в следующем году. Да, вот я, как уже сказала, в этой базе, вот даже в той не такой уж продвинутой, которая у нас сейчас есть, мы ведем учет обращений. То есть вот даже в этой табличке Excel вы можете отсортировать вообще все обращения человека. В принципе, это как бы вообще самое примитивное, что можно сделать, таблицу в Excel. И когда вы сортируете по фамилии подопечного, у вас выходит вообще, сколько раз он к вам обращался. И так как вы пишете даты обращения, то вы можете посмотреть, насколько часто он приходил. У нас есть как бы правило, что мы продуктовую помощь и лекарственную помощь оказываем раз в месяц. Ну вот мы как бы выработали для себя эти сроки, потому что больше, чаще, ну у нас уже не хватает ресурса, а реже подопечным тяжеловато раз в месяц. Ну для нас показалось это оптимальным. Поэтому если человек приходит чаще, то сотрудник, который сидит на личном приеме, он, конечно, человеку отказывает. Говорит, извините, вот в прошлый раз вы приходили две недели назад, к сожалению, вот сейчас мы вам помощь оказать не можем. Поэтому давайте вы придете там еще через две недельки, и тогда получите свой продуктовый набор. Ну просто это ведет для того, чтобы, ну вот не было такого, что да, одному человеку мы помогаем вообще постоянно, потому что он часто приходит, а есть такие люди, которые приходят даже и там раз в несколько месяцев, у них просто нет возможности, а может быть нет необходимости приходить так часто. Вот, ну мы это как-то, да, все собираем и все-все систематизируем. База жертвователей у нас тоже есть, но она, да, есть тоже с контактами, с днями рождениями, чтобы там, может быть, когда-то человеку поздравить, проявить к нему интерес, чтобы он чувствовал, что мы очень его ценим и всю его помощь для нас это очень важно. То есть нужно поддерживать вот эти контакты с жертвователями. Вы должны стать с жертвователем, как бы другом. Вот с подопечным другом становиться не нужно, потому что от этого теряется объективность и вы вовлекаетесь в его жизнь и не можете быть объективны. С жертвователем совсем другая история. Тут наоборот, нужно подружиться с человеком, чтобы даже если он вам вот на данный момент не помогает, то есть, ну может быть, он не может вот сейчас, но если вы с ним дружите, несмотря на то, что вот он больше вам не приносит продукта, но вы его продолжаете поздравлять с праздником, приглашаете на какие-то мероприятия, которые у вас проходят, там, не знаю, престольный праздник, вот вы ему прислали приглашение, приходите на службу, у нас будет вот так вот такая-то программа, допустим, какой-то там молебен интересный, что-то, какое-то еще, не знаю, мероприятие в храме, вы его приглашаете, чтобы он чувствовал, что он вам важен в первую очередь, а не то, что он вам продукты какие-то покупает, и тогда человек, конечно, начинает больше участвовать в вашей жизни, ему хочется уже помогать, и это для него становится потребностью, потому что вы становитесь друзьями, друзьям всегда помогать очень радостно и весело, вот, поэтому для того, чтобы вот такие отношения дружеские поддерживать, чтобы с человеком продуктивно общаться, не пропускать его сообщения, нужно иметь все его контакты, конечно, у нас есть эта база по контактам, по телефону, по электронной почте, ну, какие-то короткие сведения, там, тоже мы пишем, за кого человек просил помолиться, то есть, если он однажды у нас сказал, что вот, запишите, пожалуйста, записочку о здравии, вот мою там жену и дочь, и мы это сразу для себя отмечаем, чтобы эта информация у нас сохранилась, чтобы мы, когда с ним разговаривали, тоже всегда помнили, что вот жену его зовут вот так, дочь его зовут вот так, и для этого, конечно, нужна какая-то база. Что делать, если не удается проследить историю человека? Честно говоря, мне не очень я поняла этот вопрос, то есть, каким образом вам не удается ее проследить? Человек же он не с Луны упал, он к вам пришел и ничего про себя не рассказывает, не предоставляет никаких документов, не говорит, где он жил раньше, то есть, ну, он же все равно как-то с вами начинает общаться, начинает что-то про себя хотя бы чуть-чуть говорить, то есть, где он жил, где он, не знаю, там, вот куда он поехал, как он вообще здесь оказался, откуда он приехал, и когда вот эти точки начали для себя отмечать, то есть, вот здесь он жил, можно же всегда написать, мы этим очень всегда активно пользуемся, очень большое спасибо всем тем, кто на наши такие запросы отвечает, мы пишем в епархии с просьбами, что вот у вас жил или живет такой-то человек, могли бы вы нам немножечко подробнее про него рассказать, ну, коллеги нам никогда не отказывают, и всегда идут на встречу, и всегда нам помогают, то есть, это большая помощь, мы, допустим, в Москве, человек живет там или жил, вот он нам рассказывает, в Саратове, и нам бы хотелось немножечко поподробнее о нем узнать, на месте это сделать гораздо проще, поэтому вот мы прибегаем к таким вот запросам, и просим о помощи коллег из епархии, чтобы они нам в этом помогали, если вот, если он не говорит, не место жительства, не предоставляет документов, ну, в таком случае, то есть, он не хочет, чтобы ему вот оказывали какую-то систематическую такую, долгую помощь, и как-то его брали под опеку, возможно, это человек без определенного места жительства, но, как я уже сказала, мы таким практически не занимаемся, у нас для этого есть ангар спасения, вот если бы к нам пришел человек, вот прям даже возьмем конкретно, приходит и не предоставляет никаких документов, мы ему, чем мы можем помочь, если у него совсем нет никаких денег, мы ему дадим небольшую сумму, чтобы он смог доехать на метро до ангара спасения, дадим ему листовку, какую ему там помощь смогут оказать, это горячее питание, там у них, по-моему, есть, и с одеждой они могут помочь, вот, рассказываем ему о их помощи и отправляем его туда, то есть говорим, извините, без документов, вот хотя бы паспорт у вас должен быть, чтобы вы смогли прикрепиться к нам, стать нашим подопечным, по-другому, к сожалению, не можем оказать помощь, единственное, если вы видите, что человек, ну, тут многое, конечно, зависит от опыта человека принимающего, если он видит, что человек лукавит, в чем-то пытается обмануть, ну, вот, наверное, это самый оптимальный вариант, ну, вот, для нас, мы так делаем, если вы видите, что это, может быть, человек не рассказывает, потому что у него, может быть, травма какая-то, что-то его тяготит, и он оказался в какой-то для него совершенно сложной ситуации, как-то внезапной, и он поэтому не рассказывает, то есть это не какое-то желание вас обмануть, а это просто защитная реакция психики человека, что просто ему неприятно об этом рассказывать, то, возможно, ну, как-то оказать помощь единоразово, рассказать ему о том, какие условия нашей работы, дать ему все вот эти листовки информационные, чтобы он где-то там почитал, посмотрел, подумал, и если у него будет желание, пригласите его еще в следующий раз, чтобы он пришел уже, поговорил, и если есть необходимость, уже вот с документами пришел. Если мы, так как у нас зарегистрирована организация, если мы говорим о группе работы с просителем, у нас своего юридического лица нету, мы часть Марфомариинской, как я уже сказала, Марфомариинской обители, и совместно православная служба помощи и милосердия, то есть мы как бы проект этих двух организаций, не имеющие собственного юридического лица. Ну, в этом есть свои плюсы, их, наверное, даже больше, чем минусов, поэтому вот мы пока еще так вот находимся под опекой этих двух больших, крупных и таких значительных организаций, которые нам, конечно, во многом помогают, и благодаря им у нас вот работа настолько, мне кажется, наладилась, и вот вошла именно в то русло, в котором она сейчас находится, то есть тысяча человек в месяц, мне кажется, ну, не человек, а обращений в месяц, которые к нам поступают, это достаточно большая сумма и большое такое количество людей, которым мы помощь стараемся оказать. Наборы по калорийности продуктов мы не высчитываем, то есть эти наборы наши, они сформированы, не могу сказать, что с учетом диетических рекомендаций врачей, то есть нет, такого у нас, к сожалению, нету, мы их сформировали на основе только своего опыта, то есть вообще изначально, когда начинала работать группа, и у нас было гораздо меньше людей, и работающих, и к нам приходящих, наборы были гораздо скромнее, они были меньше, то есть в основном был принцип такой, что вот сколько нам люди пожертвовали, что они принесли, то мы и раздаем, то есть у нас как бы задачи обеспечить человека каким-то правильным питанием, ну, к сожалению, нет, у нас такой задачи, и возможности реализации этой задачи у нас пока нет, вот, поэтому у нас работа строилась таким образом, то есть люди приносят продукты, мы их раздаем, вот что принесли, то мы раздали, ну, естественно, проверяя, чтобы это все было в сроках годности, ничего не было там испорченного, если какие-то продукты в упаковках, то чтобы вся упаковка была целая, это обязательно мы делаем. Группа развивалась, количество людей увеличивалось, и у нас появилась возможность сделать вот несколько этих наборов, они отличаются по наполняемости, то есть вот самый маленький набор для одинокого человека у нас включает три крупы, макароны, тушенка, рыбные консервы, растительное масло литр, чай, что-то к чаю, и если все остальное, что пожертвовали, бывает, жертвуют молочную продукцию, мы ее стараемся тут же раздавать, в один-два дня, чтобы ничего не портилось. Вот это как бы наш самый маленький набор. В семейный набор мы можем доложить, допустим, макароны, еще одну крупу, многодетные наборы, там уже и больше консерв мы кладем больше, и чая больше, и сладостей каких-то тоже можем побольше положить, потому что детей много, и там где-то что-то к чаю, оно, конечно, очень такое приблизительно, то есть это может быть, да, вот какая-то упаковка мармелада, а может быть вот какой-то, там, не знаю, торт. То есть как бы разные вещи, да, и если многодетная семья, ну мы им стараемся как-то вот что-то такое повнушительнее положить в эти их пакеты, и у них, по-моему, два еще масла растительных. Вот, то есть у нас они отличаются только по количеству вот тех продуктов, которые мы в них вкладываем. Так, вопрос по можно ли к нам обратиться, если подопечным нужна дорогая инвалидность, инвалидная коляска, да, мы принимаем такие обращения через сайт милосердия.ру, там есть графа попросить о помощи, сам человек должен ее заполнить, там есть небольшая анкета, она совершенно понятная, также там на этой же страничке описаны все условия, при которых мы работаем, указан список документов, которые необходимо предоставить, чтобы мы взяли в работу просьбу. После того, как человек заявку оставляет, она поступает к нам на электронную почту, с человеком связываются, за ним закрепляется сотрудник, который будет его просьбу вести уже прямо до самого момента получения помощи. И да, мы вот таким образом через сайт милосердия.ру собираем средства, эти средства перечисляем непосредственно в магазин, то есть, как я уже говорила, мы никогда не передаем деньги подопечным в руки, деньги перечисляются в магазин, подопечные получают коляску. То есть это возможно. Если у вас есть такие запросы, вы можете отправлять их к нам на сайт милосердия.ру, чтобы они к нам обращались. В принципе, вы как бы можете давать вот эту информацию, плюс объяснять человеку о том, что инвалидные коляски, они выдаются бесплатно. Тут есть несколько моментов. Если это ребенок, ребенок с тяжелыми какими-то двигательными нарушениями, то, скорее всего, та коляска, которая выдается бесплатно и прописана ВПР и ВПР у ребенка, скорее всего, она не подойдет, потому что тяжелые дети, они требуют индивидуальной настройки, индивидуального подбора вот этого технического средства реабилитации. Бесплатно, к сожалению, такое невозможно. Если ребенок имеет двигательные нарушения, но не тяжелые, то есть, допустим, если это ДЦП, то это первый, второй уровень ДЦП, то тогда, скорее всего, та коляска, которую бесплатно выдают, она подойдет. Другой вопрос, что маме, наверное, она может не нравиться, но, к сожалению, вот в такой ситуации, когда, в принципе, помощь от государства возможно, и она не сказать, что прям плохая, она, в принципе, ее можно получить, и этой коляской можно пользоваться. В крайнем случае, вот когда дети не с тяжелыми двигательными нарушениями, также есть возможность самому купить. Вот эти коляски для легких детей, они не очень дорогие. Вот те, которые для тяжелых детей, они порядка 200, 300, и даже до 400 доходят тысяч. Конечно, сумма совершенно неподъемная, и нужна помощь тут. Вот для вот таких простых коляск, они в районе там 100-120 тысяч. Тут можно какие-то варианты рассмотреть. Семья может какую-то часть суммы самостоятельно скопить. Можно взять кредит и получить компенсацию от государства за самостоятельно приобретенную коляску. Тоже возможно. Вот, поэтому вы можете, как бы, вот, если к вам приходит человек с таким запросом, давать ему вот такую информационную помощь, то есть как вы можете получить помощь от государства. Плюс, если не получилось, можете обратиться на сайт милосердия точка. Ну вот, как я уже сказала, да, нужно понять, что ДЦП, насколько там тяжелый уровень, то есть если это третий, четвертый, то, в принципе, да, коляска, скорее всего, нужна будет индивидуальная, и нужно будет ее подбирать, и именно с врачом советоваться, какая именно нужна, и чтобы врач подбирал. И тут еще важно, возможно, если, как бы, вы знаете этого человека, если вы хотите этому человеку помочь, то ваша помощь, она будет очень эффективна в том, чтобы найти врача, который будет вот эту всю, весь подбор, всю эту историю сопровождать. То есть мы готовы помогать сборами, но мы хотим быть уверенными, что наша помощь, она полезна, и, как я уже много раз тут, наверное, говорила, она эффективна. А с вот этими техническими средствами реабилитации это особенно важно, потому что часто родители выбирают для детей то, что им кажется правильным, но это не так, то есть это, возможно, только будет во вред. Все, что мы приобретаем, мы приобретаем только с рекомендацией врача, то есть врач должен подобрать коляску, и потом, когда коляску привезут, он ее должен настроить. Это тоже непростой процесс, там нужно подстраивать все подножки, вот эти все поддержки, которые будут в этой колясочке, и их нужны определенные углы там должны быть. Ребенок должен правильно в ней сидеть, он не должен заваливаться, он должен сидеть прямо, ноги должны быть в определенном положении. Это очень такая сложная работа. И если нет врача поблизости, то вот покупка даже самой дорогой коляски, она будет просто во вред. Ребенок будет сидеть точно так же неправильно, и вот эти вот 300 тысяч, которые были потрачены, они будут просто в пустую выкинуты. Вот, поэтому если это какой-то вот человек рядом с вами, постарайтесь им помочь найти врача, который будет подбирать и настраивать коляску, и плюс направить их до окна. Ну, территориально, да, мы находимся на территории Марфы Мариинской обители. Еще раз, наверное, повторюсь уже в который раз, мы группа работы с просителями, мы совместный проект Марфы Мариинской обители и православной службы помощи милосердия. В самом милосердии тоже огромное количество проектов. Мы частично относимся и туда, и сюда. Территориально мы расположены на территории Марфы Мариинской обители. Личный прием, он идет именно там. То есть к нам люди приходят, и там мы их принимаем. То есть вот эти вот продуктовая помощь, вещевая помощь, лекарственная помощь, помощь в поиске добровольцев, волонтеров. Потом у нас есть свои добровольцы-волонтеры, которые нам какую-то вот помощь оказывают в нашей группе уже там во внутреннем, допустим, что-то навасовать, навасовать наборы, отвезти их куда-то. То есть вот это все происходит на территории Марфы Мариинской обители. Общение с подопечным, которые вот идут на сайт, эти люди, которые этим занимаются, они также сидят в Марфы Мариинской обители, но это общение, оно происходит в 99% случаев по электронной почте и по телефону. То есть мы берем все регионы, и наша территориальная расположенность, она вообще на это никак не влияет. То есть мы находимся в Марфы Мариинской обители, и нас это, в принципе, как бы так устраивает. Ну и когда люди к нам приходят, да, они понимают, что они пришли, ну не то что в храм, но на территорию обители, на территорию монастыря. То есть что это не просто социальная какая-то служба, которая выдает продуктов и наборы, оказывает помощь и все. То есть нет, мы как-то, если человек даже пришел с такой мыслью, мы стараемся его все-таки в этом переубедить, и объяснить ему, что мы религиозная организация, несмотря на то, что у нас нет никаких ограничений в том, кого мы принимаем мусульман, неверующих, атеистов, граждан СНГ. Это абсолютно нам не важно, мы на это не смотрим. Но мы себя позиционируем как православную организацию, и мы об этом говорим, мы этого не стесняемся, мы это, наоборот, декларируем. И стараемся людям это донести, что у нас есть свои ценности. И если вы их на данный момент как бы не разделяете, ну, мы будем рады, если вы придете к двери, если нет, то это ваш выбор и как бы ваша зона ответственности. Но мы этого не скрываем, то, что мы относимся к РПЦ. Вопрос, имеют ли у нас сотрудники какой-то формы? Я так поняла, это форма одежды имеется в виду? Нет, у нас абсолютно нет никаких, ну, не то, что нет никаких ограничений, нет какого-то дресс-кода строгого. Единственное, что то, что мы находимся на территории обители, то, что это женский монастырь, ну, предпочтительный, чтобы наши сотрудники, наши сотрудницы, они были в юбках. Вот, ну, это, наверное, и как бы, чтобы, ну, не знаю, может быть, летом глубокое декольте тоже не приветствуется, но это, мне кажется, всем работающим у нас, оно это очевидно, потому что у нас православный коллектив, и, наверное, люди сами просто как-то иначе не одеваются, поэтому у нас никогда не было никакой проблемы с тем, чтобы кто-то оделся как-то неподобающе, и мы делали ему замечания. То есть такого у нас никогда не было. В принципе, люди сами понимают, как нужно одеться, чтобы выглядеть прилично, невызывающе, чтобы как-то соответствовать тому месту, где ты находишься. Какой-то особой формы, ну, Марфа-Мариинская обитель, она имеет сестер милосердия, в составе Марфа-Мариинской обитель есть сестры милосердия, у сестер милосердия есть своя форма, но мы как бы все-таки не об этом, не совсем другая история, группа работ с просителями, то есть сестер милосердия, это совсем все отдельное, ну, вот у них форма есть, да. Спасибо большое, я думаю, что я постаралась ответить на ваши вопросы максимально подробно, ну, если какие-то вопросы остались, я думаю, может быть, встретимся еще. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok